Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRess от NFI. Перед нами Xiaomi 11 Ultra. И в этом видеоролике мы поговорим о топе фишек камеры данного устройства. Камера здесь, конечно, вообще невероятная. Просто посмотрите на то, как впечатляюще она здесь выглядит. Но у нее еще и много фишек. Она просто невероятно круто фотографирует. Сейчас мы об этом поразговариваем. Начнем с таких банальных фишек, перейдем потом к более сложным и будем их так перемешивать. Первая из них, зайдя в настройки, мы можем включить подсказки в реальном времени, а именно уведомлять о загрязнении объектива. Много кто знает, но мало кто пользуется, к сожалению, тем, что всегда перед съемкой нужно брать тряпочку и протирать нашу камеру. Потому что если на камере есть хотя бы вот такой один отпечаток пальцев, то наша камера может прям в два раза потерять качество из-за того, что из-за отпечатка или просто немного какой-то запачканности телефон уже фотографирует. Плохо! Так что всегда перед тем, как делать фотку, возьмите даже вот можете взять рукав своей кофты и протереть камеру. Фотографии будут намного лучше. Дальше в этой же камере у нас есть формат хейп и если выбрать пункт видео, зайти в настройки, выбрать видеокодер, здесь можно выбрать видеокодер А265. Что же это такое? Формат видео хейп и хэпс, ну точнее фото и видео, нам помогает сделать так, чтобы фотографии и видео на нашем телефоне занимали намного меньше места на диске. Это просто невероятная функция. После того, как вы ее включите, фотографии и видео, которые вы будете делать, будут занимать где-то на 30, иногда даже до 50 процентов меньше места на диске без потери качества, то бишь качество не ухудшится. Из минусов этого режима только один, то что некоторые маленькие сайты и маленькие приложения могут не видеть фотографии и видео, сделанных в этом режиме, но сейчас уже ну 99.9 процентов всех сайтов и приложений видят фотографии и видео в этом формате, так что не нужно париться. Дальше, зайдя в те же настройки, у нас здесь есть прям комбо из трех пунктов исправлять широкоугольные искажения, исправлять искажения лиц на групповых фото, а также отслеживание движения. Что эти пункты делают? Первый из них исправлять широкоугольные изображения. Когда вы делаете фотографии на ширик, то бишь на 0.5, то часто бывает такое, что немного появляются какие-то искажения. Телефон плохо ловит свет, потому что камера широкоугольная и так дальше. С помощью искусственного интеллекта телефон будет поправлять какие-то размытия и так дальше на таких снимках. Дальше, исправлять искажения лиц на групповых фото. Часто бывает такое, что когда вы делаете фотографию и на фотографии там, не знаю, 10 человек, то какое-то одно из лиц как-то из-за небольшого движения или чего-то такого получается слегка размытым. Поэтому телефон вместо фотографии будет делать фотографии и такое буквально короткое видео на долю секунды. После этого он сосканирует лицо с этого видео, и если он увидит, что на фотографии появились какие-то искажения, он их исправит при помощи искусственного интеллекта. Это довольно-таки сложный пункт для того, чтобы вам его объяснить. Обязательно включаем, лица будут выглядеть приятнее, качественнее и не будет никаких искажений. Отслеживание движений этот пункт ищет, что вы делаете на снимке. То есть во время съемки вы бегаете, прыгаете, машете рукой и что-то такое. И благодаря тому, что телефон понимает, что вы сейчас движетесь, ваши движения не будут размытыми. То бишь, если вы машете рукой перед камерой, то у вас не будет рука размытой во время съемки. Дальше у нас идет крутая функция, которая позволяет нам улучшить качество. Для этого мы также заходим в настройки и в настройках ставим галочку возле пункта «Улучшить качество изображения», а также ставим желтый или оранжевый цвет на AI. Тогда наш искусственный интеллект будет делать фотографии, которые мы делаем на телефоне, более качественными. Он будет их прорабатывать и так дальше. Тоже сложный пункт. Не нужно зацикливаться, просто включить, и работает очень хорошо. Дальше у нас идет сканирование QR-кодов. Чтобы просканировать QR-код, достаточно просто навестись камерой на наш QR-код. Упс, у меня из-за пересвета он плохо работает. Или, возможно, этот пункт у меня выключен. Ну, давайте проверим. Зайдем в настройки и в настройках нажмем «Смарт-предложения». Нет, галочка возле сканирования QR-кода у нас включена, поэтому включаем режим фото, наводимся телефоном на QR-код, и он должен сосканироваться. Почему-то это не работает. Я знаю почему, потому что, видите, у меня здесь пересвет. Давайте я попробую сделать вот так вот, чтобы не было света. Вот черт, я не могу это нормально сделать из-за того, что у меня лампа стоит сверху, и это не работает. Вот сейчас я навожусь своей камерой на QR-код сбоку, и здесь все хорошо работает. Так что давайте не будем сейчас над этим запариваться. И вернемся к нашим топам фишек, ведь дальше у нас в настройках можно поменять расположение всех функций. К примеру, у меня здесь есть что? Профи-режим, видео, фото, портрет и еще. Во-первых, я не пользуюсь портретным режимом, зачем он вообще мне здесь. А во-вторых, мне неудобно листать вот каждый раз кнопки еще в сторону. Ну, короче, очень плохо, поэтому заходим в пункт еще, нажимаем справа сверху на настройки и попадаем в дополнительные настройки. Здесь у нас есть расположение функций, и отсюда убираю портретный режим, я им не пользуюсь, а добавлю ночной режим, который я часто использую. Дальше теперь у меня здесь нет уже портретного режима, а стоит ночь. Но это еще не все, ведь дальше мы можем зайти в режимы камеры и нажать панель еще. У меня пропадает здесь пункт еще по правой стороне, видите? Ведь сейчас просто, чтобы попасть в этот же режим, достаточно свайпнуть в любом месте, то бишь не нужно вот так вот идти, теперь каждый раз пункт еще искать, нам нужны режимы, просто свайпаем и сразу видим все режимы, которые нам нужны. Плюсом к этому, зайдя в те же настройки, в них можно зайти еще вот таким вот образом, мы можем поменять цвет нашей камеры по умолчанию на оранжевая, мне не нравится, к примеру, оранжевая, я всегда выбираю какую-то голубую, и теперь у меня все вместо оранжевого такое голубоватое выглядит немного приятнее. Зайдя сюда в дополнительные режимы, у нас здесь есть, во-первых, супер-супер-луния, крутой режим, я думаю, об этом стоит снять отдельный видеоролик, очень сложно объяснить, как именно он работает, и многокамерная съемка. Смотрите, у нас есть в телефоне много камер, я думаю, вы это понимаете. Смотрите, мы можем снимать видео сразу на несколько камер, давайте я подниму вот так вот экран, чтобы видеть себя и то, что происходит передо мной, давайте поставим здесь что-то, и выберем, к примеру, камеры, на которые я хотел бы снимать. К примеру, давайте я выберу... Вот даже не знаю, можно выбрать здесь разделенную, объединенную. Давайте выберем фронтальную камеру и переднюю камеру. Нажимаем дальше. Теперь я могу снимать одновременно себя, я думаю, вы сейчас меня видите, и то, что находится передо мной, то бишь у меня включена одновременно и передняя, и задняя камера. Я могу начать съемку видео, я могу записывать какой-то объект передо мной и одновременно свою реакцию. А потом фото и видео, которые я сделал, я могу обработать. Здесь есть прям уровни, и я могу прям как в Lightroom'е настроить выдержку фотографии, могу настроить яркость изображения, как-то поменять контраст, сразу накинуть насыщенность, сделать ее черно-белой и сделать более яркой. Также с красочностью можно здесь поиграться, настроить теплоту и другие настройки. Невероятно удобно, то бишь не нужны никакие сторонние приложения. Здесь просто, посмотрите, насколько много разных режимов для обработки. Здесь можно уже прям даже зарисовать какой-то объект, или можно выбрать ластик, он где-то здесь есть, я уверен, вот он, и стереть какой-то объект. К примеру, ну есть здесь вот эта вот штука, мне она не нравится, зачем она вообще здесь. Я ее просто вырисовываю, и мой телефон ее должен стереть. Отсюда, бам, и все, будто бы ничего не было. Посмотрите, насколько это хорошо работает. Точно так же я могу еще стереть даже вот это вот. Это, конечно, займет мне немного времени, я постараюсь побыстрее. Иногда она прям не сразу стирает, нужно сделать несколько попыток. Но смотрите, бам, и все, у меня чистый стол. Офигеть, не так ли? Работает очень даже хорошо, работает прям на уровне с фотошопом, если даже не лучшие искусственные интеллекты в Xiaomi, конечно, невероятные. И последнее, это Google Lens. Они находятся вот здесь вот справа, возле наших настроек. Мы заходим в Google Lens, нажав сюда, и видим здесь много всего. Давайте я уберу этот цветочек и возьмем какую-то бумагу, пройдемся по всем пунктам. У меня есть здесь какая-то коробка от защитного стекла. И здесь написано что-то на английском языке. Я не понимаю английского, что мне делать. Для этого я просто беру, фотографирую. Или даже не обязательно, кстати, фотографировать, можно просто навестись. Я сфоткаю, чтобы вам показать. Блин, я не знаю, видно ли вам что-то, но здесь... Давайте я вот так и поставлю. Здесь все, что написано тут, перевелось на английский. Или, к примеру, я хотел бы взять какой-то текст и перенести его с этой штуки на мой телефон. Мне не нужно его переписывать. Я выбираю пункт «Текст» и фотографирую. Теперь я могу просто взять, выделить любой текст, который мне надо, и перенести его в телефон. Таким образом, вы можете сфотографировать себе целый листок бумаги А4 и перенести целый листок с камеры на телефон. Также с помощью этого режима можно решить домашнее задание. Просто его фоткаете, телефон находит ответы. Можно найти покупки, места, кафе, рестораны, то есть Google линзы. У них там прям десятки, сотни разных функций, с которыми очень важно познакомиться. Работает очень даже классно. Надеюсь, я ничего не забыл и на этом моменте мы будем заканчивать больше видео о данном девайсе с его фишками. Не только камера, а самого телефона с распаковкой и так дальше можете посмотреть у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.